Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да, если они знают, что я делал видео на Ближ против Наруто, да и делал выпуск про плагиат, то думаю, да. Ну ещё для любителей ностальгии и Звездных Фильм. Ну да, по поводу вселенной Звездных Фильм. Я слышал, что появились вести о том, что хотят снять седьмой фильм. Да, знаю, был анонс ещё, что появится в мае следующего года. 2015-го. Вот почему-то все одни самые крутые фильмы переносят именно на 2015-й год. Например? Про Человека-муравья, например. Человека-муравья. А, кстати, я забыл про объеку Ган, что я вспомнил наконец-то, как отмечаются жёлтые. Это, по идее, должны были быть всякие боеприпасы, коробки, щиты, аптечки и ещё про такие вот коробки оранжевые и зелёные. Их два вида. Вот, жёлтые коробки восстанавливают патроны нам, и зелёные восстанавливают нам щиты. Скорость внезапно увеличилась. Возможно, нашёл много меч? Нет. Печалька. Ну, я хотел сейчас упоротый голос сделать так бы, чтобы угорать в этом видео. Ну, это я подумал, что, может, опять же, мы с ним пытались настроить этот скайп, чтобы мы разговаривали нормально. Нет, конечно, было в прошлом видео упоротый голос, но только когда меня, это, дал мне под зад этот песчаный копатель, ну, песчаный крот. Угу. Уже немного позабыл, как их называют. Подземный черт или песчаный черт? Ты говорил как-то так. Нет, песчаный крот. А, песчаный крот? Ну, вот и включается по скрипту притягивающие лучи, которые надо будет впоследствии отключить. Послушай, а ты смог-то убить грамм-то мячку? Да. Ну, его чувак пристрелил. А, то есть, я не могу попасть в одного из главных персонажей. Убил своего для разнообразия. И убил. Ну, если у нас погибнет чувак, то миссия будет проиграна. Ммм. А этот скотин, наверное, лезет под врагов, да? Я слышал то, что Чубаха любит подраться. Да. Тут есть это... Такая фишка, что вот на персонажи такие, как гранатометчики, у которых нет вообще ничего, они бомжи. Они так неплохо нам сносят дамаг в рукопашном бою. Вот в 2009 году, я уже говорил, можно было добавлять НПЦ на бой. Там есть такой персонаж Гран-боксер. Он очень много в рукопашку сносил. Он срабатывает скрипт. Кстати, вот я только что вспомнил. По поводу того, что с нас смотрят фанат Наруто. Вот, те, кто фанат Наруто, конечно же, хотя тебе могут сказать то, что... Дин зачем ты снимаешь, что надо Наруто, хотя ты сам частично понадобит. И плеча там. Ну, я вообще... У нас как... Не знаю, я вообще очень люблю эти оба аниме, но не до окскульного запросил. А я как бы... Ну, я бывает тоже могу... Там, блин... Я сам очевидно жду каждый раз новую главу манги или новую серию. Кстати, новую серию. Я хочу очень быстро увидеть все концовки. Я это уже говорил в русских про плагиат. Ну, концов Наруто, по идее, уже наступил я. Я тебе показывал это шестнадцать, я с ним и шестнадцать главу. Мангара, короче, все сделал вечно в цикле, а не всем она. Ну, и вот я как бы говорил, что... Может, если повезет, то при усасании враг погибает. А, кстати, как-то в одном тесте ВКонтакте на вопрос «Хорошо ты ли ты знаешь Наруто?» Говорит, как вы думаете, закончится все аниме Наруто? Четыре варианта ответа. Либо все будет круто, и Наруто станет Хакаги. Либо проект «Глаз Луной» случится. Это сакатина, предлипоследовательная играешь. Вот почему я не люблю средний стиль в этой игре. Круто, у меня четыре хп, что делать? Снимать лусы в Егачо. По всему полю, в битву. Мужики, я голый чувак, который я тебе не знаю. Дядя Василий, по-моему. Почему радианцев так мало это? Хп. Почему они моральные бомжи какие-то? Вот мы и добрались, собственно, до этого крестового места. И сейчас тут будет «Жедаи» в Радусске. Ээээ, ты не шедусь сит? Нет, ну это культист. Как бы я услышал, пока я хочу быть вам. Во время суперзамаха моему еще руку полога по плечо успели отрубить. Все еще одно аргумент, чтобы тебе навалять. Вообще, Бекуган на начальных уровнях очень бомжатский и как бросок лазерного меча кастрирован. Кстати, я все время думаю, почему ты не называешь это «Силой джедаев» или как-то так она называется? Нет, она называется «Чувствую джедаев». Ну, «Чувствую джедаев», да? Ну, почему ты его не так называешь? Или Бекуган себе? Потому что по-другому это нельзя назвать. Да. Вообще, тут есть такая фишка, называется «Friendly Fire». Фишка эта заключается в том, что злые НПЦ скриптовые, они если по себе попадают, то урон себе они не наносят. А вот если дружественные, ну, добрые попадают друг по другу, то они не то что получают урон, они еще агрятся и бьют друг друга. Ну, вот мы и прошли миссию. Знаешь, что мне напоминает это? Что? Игру «За Мэзинг Спайдерман 2». Кстати, вот ты... Хотя нет, ты говорил просто, что тебе на «За Мэзинг Спайдерман 2» как-то не очень-то. Себе и Тоби, в принципе, подушевывал. Да, эти «Мерки» не хотят нас здесь. Алло. Алло. Просто сейчас какие-нибудь фотографическая заставка. А ясно, извините, пожалуйста. Я просто сам не вижу. Ну да, перестрелочка вышла неплохая. Что-то, может, закончился? Ну, и тут снова нет секретов. Я обычно не обращаю внимания на секретки, но, как я вам и обещал, то, по возможности, я буду их находить. Ну, буду стараться. Ну, вот именно поэтому мы хотели с ним сделать это, то вроде, чтобы я смотрел то, что он делает. Чтобы я замечал, какие он там секретки и всё такое пропускает. Ну, тогда бы идём. Можно на Ютубе посмотреть. А, на Ютубе посмотреть. Хотя, какой от этого проп? В смысле чего? Ну, проп, какой от этого? То есть, смотри. Ну, я посмотрю на Ютубе, но я в тот момент, когда тебе нужно было это яроще и сказал. Хотя в этой миссии не было секретов, кто уже сказал, да? И чайник. А что в этих секретах примерно можно найти? Ну, я уже говорил, в первом виде, что там обычно находятся боеприпасы, банки, коробки, щиты. Ну, и в лучшем случае ещё оружие, может быть. И не просто оружие, а какое-нибудь мощное, например, оглушающая винтовка, некая пародия дробовика. Ну, вот у нас осталось ещё... Как минимум, осталось ещё две миссии до завершения этой главы, но я, как уже и говорил, буду проходить абсолютно все миссии. Ты включая побочные миссии, да? Нет, они... Нет, они... Четыре есть, ну и пятая по выбору. Вы поднять ли или нет? Ну, как я и говорил, если... Если вам не жалко потратить за всю игру лишнюю силу, развитую полностью, то, конечно, можно. Ну, вот... Суша, что мне лучше развить сейчас? Молнию или превращение в пустого? Превращение в пустого, то есть, не имею в виду, какое-нибудь там включение ульты, да? Ну, это называется «Тёмная ярость». А здесь это назвали «Нистоство сил». Да, вот во второй части этого приключения «Старкиллера» это «Взрыв сил» называется. Ты покрываешь таким адекватом. Ты имеешь в виду про какую версию? Ты имеешь в виду версию на ПК или на... На ПК, да-да. Страна там такой не было. Была там «Тёмная ярость» в версии на PlayStation. Ты подожди-ка, ты про вторую часть говоришь или про первую? Про первую. А я про вторую тебе говорю. Там, короче, ты заклопный, говоришь. Ну, так сыр или пустой? Сыр или пустой. Ну, я думаю, то, что они обе подходят. Можно сейчас либо... Программ. А что тебе дает превращение в пустого? Ну, превращение в пустого я превращаюсь на 10 секунд, получаю защиту от ран, дополнительное ускорение и усиление атак, но у меня постепенно тратится здоровье, и я не могу умереть. А быстро она тратится? Ну, 10 секунд длительность. А сэра это, ну... Усиление атаки. Ну, это «Молния» называется, конечно, но на последнем и на втором уровне сносит много. Ну, ладно, возьму пока что, сэра. Ну, сэра, да, да. Ты больше он за руки в пучики играть или в пучики. Нет, пока что можно драться только за одного. А в 2019 году можно было, ну, от разных, я, как вы уже говорили, в первом видео... Ну, так что, прошел миссию, и миссия новая началась? Ну, у меня обычно такая традиция пройти миссию и ввести в курс дело второй, но имеется в виду ролик показать. А сейчас ролик прошел уже, да, к следующей миссии? Ну, да. Ну, что ж, это было прохождение очередной миссии в игре «Джедай Академия». С вами был Серый и Санек. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok